Мир вам привет! Мир вам, драгоценный, любовь да умножится! Приветствую вас в прямом эфире, я Максим Максим. Возможно, вы уже смотрите эту часть в записи, не волнуйтесь, в прямом эфире или в записи. Но как сказать, определить, сейчас прямой эфир? Если у вас вечер и сегодня 1 сентября, то значит у вас прямой эфир сейчас идет. Если у вас утро и вы в Америке, то значит прямой эфир. Приветствую вас, драгоценные мои. Некоторые спрашивают, чего это у меня борода на лице выросла? Я готовлюсь к съемкам. Сейчас сентябрь месяц и здесь церковь готовит съемки к Рождеству. И меня пригласили принять участие в съемках. Я буду играть, как вы думаете, кого на Рождество? Конечно, не младенцы, но буду играть волхва. Я буду одним из волхов. Такой будет толстенький, упитанный волх из Дальнего Востока. И вот я вот таким приду, и мне нужно бороду вырастить. Поэтому я сейчас готовлюсь к этой роли и приходится отращивать бороду. Приветствую вас, дорогие мои. Сегодня у меня будет очень важная тема. Важная тема для многих из нас. Но перед тем, как я начну, я хочу поприветствовать моих друзей, прихожан. Давно с вами не был в интернет-общении Дом Веры. Тех, кто присоединился ко мне сейчас. Я вижу Людмила, Дмитрий, Слава. Всех-всех-всех-всех, кто там сейчас находится в Доме Веры. Приветствую вас, дорогие мои. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит ваши жизни, ваши судьбы. Всем огромные приветствия. Очень ценю, дорожу вами. Если вы еще не присоединились к нашей интернет-общении, то вы можете это сделать. Во-первых, возьмите кружечку кофе. А во-вторых, зайдите на сайт думвера.ру, и вы сможете к нам присоединиться. Итак, вопрос. Что делать, когда дождь не капает над твоей жизнью? Что делать, когда дождь перестал идти? Что делать, когда сухие времена находятся? Что делать, трудные времена? Как получить дождь? Победа. Победа нам дана от Господа. И Господь хочет, чтобы мы жили в победе, чтобы мы служили в победе, чтобы победа была частью нашей жизни, чтобы победа была с нами. Есть и легкие времена. Есть времена, когда легко победа приходит, и ты особых усилий не проявляешь, и приходит победа. Сейчас меня смотрит Илья Левин, и вот мы с ним как-то общались недавно, переписывались по фейсбуку, и он спрашивает вопрос, как делать, что почему, почему, ну и в двух словах, почему кит не клюет, почему не клюет хорошая рыба, и почему не получается. Знаешь, Илья, интересные сезоны в жизни людей происходят, когда приходят трудности. Вообще, если так посмотреть, Бог так устроил природу, весь мир устроил так, что у нас сезоны меняются. За летом приходит осень, и осень делится на две половины. Первая половина, когда ты собираешь урожай, и вторая половина, когда приходит грязь, слякоть, и все становится лысым, деревья теряют листву. После осени наступает вообще плохой сезон, когда вообще ничего не растет, ничего не цветет, ничего не пахнет, и все становится черно-белым, снег вокруг и свинцовые тучи давят на мозги. Этот сезон, зима, его тоже Бог создал. Его тоже Бог создал. Бог создал зиму. Есть сезоны, когда вообще не пруха. И когда мы часто думаем, что во всем виноват дьявол, да это не всегда так. Иногда дьявол не виноват в этом, и это не его. Это просто так устроено. Но после зимы наступает самый лучший сезон. Проблема в том, что после зимы, когда ты уже весь уставший, ты уже ничего не хочешь, вдруг наступает сезон, когда тебе вдруг нужно все хотеть. Потому что весной, если ты все не будешь стремиться, ломиться, пробиваться, стучать, искать, просить, биться, сеять, если ты пропускаешь весну, тогда все, тогда полностью у тебя катастрофа, полностью тебя возьмет. Поэтому не пропускайте свою весну. А вообще сезоны разные. Кто бы мог подумать, что я окажусь в удалении от моей любимой драгоценной церкви, от моей общины в Алмате. Я нахожусь далеко, буду сидеть в гараже целых полтора года и служить, проповедовать, и каждый день благовесствовать. Я не знал, что это так может произойти. Но это случилось так, и поэтому я сейчас нахожусь здесь. Что мне плакать, биться, что мне делать? Вы знаете, когда я оказался в этой ситуации, я начинаю сражаться. Начинаю сражаться. Начинаю сражаться там, где нахожусь. Александр Луговой, приветствую вас. Сражаетесь ли вы, Яна из Москвы, бьетесь ли вы, сражаетесь ли вы за то, что Господь, за победу? Сражаетесь ли вы, чтобы доминировать? Или вы сдались, и вы продолжаете просто плыть по течению? Ну, такова жизнь, ничего не сделаешь. Если пришла неудача, что нужно сделать? Депрессия упасть в недовольство, в обиду, в горечь. Если пришла депрессия, что нужно сделать? Нужно остаться в унынии или в разочаровании? Что надо делать, когда приходят трудности? Конечно же, мы знаем правильный ответ. Нужно встать в молитве, нужно провозгласить. Но что делать, если не встается в молитве, не провозглашается, ничего не поднимается и ничего не идет? Ну, что делать? Яна из Швеции, приветствую вас. Татьяна из Санкт-Петербурга. Послушайте, когда наступают трудные времена, это самый большой вызов. Первое, что нужно сделать зимой? Ну, к зиме нужно быть готовым. Но зимой нужно согреться возле очага, нужно укрыться, нужно меньше дергаться и двигаться. Сколько бы ты ни бегал по твоему полю зимой, снег не даст тебе ни получить ни урожай, ни посеять, ни пожать. Если ты заходишь сделать посевную зимой, и тебе нужно лом взять, тебе нужно разламывать землю, земля будет твердая и упертая. Все, что тебе нужно в этот момент сделать, успокоиться, сделать шаг назад, остановиться, подумать. Так Бог устроил, что есть время, когда нам нужно остановиться и подумать, остановиться, перезагрузиться. Бог придумал субботу, шаббат. Бог придумал, что должен быть шаббат, должен быть покой. И когда приходят проблемы, вы знаете, вот, например, я сейчас сижу, и у меня вот этот слайдер, который здесь должен, камера двигаться, он сломался и стоит на одном месте, его нужно включить. Я сейчас сыну говорю, что нужно его включить, но я не знаю, какая причина, но он не работает. И что мне делать? Я, если могу что-то сделать, то я делаю. Если у меня не могу ничего сделать, я думаю, как мне сохранить то, что у меня есть? Многие люди тратят всю свою энергию. Лариса из Бершева, приветствую вас. Мы тратим всю свою энергию? На что мы тратим? Ну, мы же летом ходили в плавках и с зонтиком. Да, но зимой, если ты пойдешь в плавках с зонтиком, ни к чему хорошему это не приведет. Ты заболеешь и умрешь. Зимой нужно поменять парадигму, подход к жизни. Зимой нужно поменять отношения. Зимой нужно поменять жизненные убеждения. Даже не убеждения, а подход к жизни. Давайте так хочу сказать. Зимой мы меняемся, но когда наступает весна, нам снова нужно менять одежду, нам снова нужно менять подход и не нужно вести себя весною, так как ты ведешь себя зимой. Зимой ты не дергаешься, сидишь спокойно возле камина и с кружечкой горячего шоколада под одеялом сидишь возле камина и вот так делаешь. и вот так греешь свои замерзшие пальцы. Весной этого делать не надо. Весной нужно схватить лопату и бежать по огороду. Носиться, копать, закапывать. Вот. Жить в победе. Давайте вот послушайте меня. Я хочу сделать такое заявление. Может быть оно немножко странным вам покажется, немножко радикальным таким, ну, таким смелым, но Бог желает сделать тебя выдающейся особенной личностью. Успешный, благословенный. Если посмотрите вокруг, то успешные люди это не те, которые родились успешными. Он так родился, ха-ха, я успешный. Люди процветающие или люди добившиеся чего-то, они не родились такими. Успешные люди, они, ими восхищаются и говорят, какие они необыкновенные. Но никто не рождается выдающимся человеком. Никто не рождается победителем. Более того, мы рождаемся маленькими, ни на что не способными, бессильными, и мы не можем ничего сделать. Но благодаря молитве, вере, победам, сражениям Бог поднимает каждого из нас. Бог поднимает вас, драгоценные. Дом веры. Я верю, что благодаря нашим молитвам, благодаря нашему общению, благодаря тому, что мы здесь сидим и трудимся во славу Господню, Бог поднимает вас. Поднимает вас потихоньку, шаг за шагом поднимает. Ваша жизнь меняется. Вы уже начинаете реагировать, уже начинаете понимать, что нужно делать. Ага, сынок, сынок, скоро зима, пойдем за дровами. Зачем нам дрова? Думай наперед, смотри вперед, смотри, праведный видит беду и укрывается. Вы получаете уроки, вы шаг за шагом. Ваша... Я верю, что Бог поднимает церковь и нашу общину, Дом веры, и всех вас поднимает, чтобы вы были выдающимися особенными людьми. Конечно же, весь мир полон 7 миллиардов обычных людей, но великие люди это люди, которые делают шаг, шаг в невозможное. Они делают шаг туда, куда никто не шагает. Нет людей, которые бы сделали шаг, и у них сразу же все пошло, поперло, все получилось. Сейчас я сижу в окружении софитов, лампочек, но знаете, благодаря одному человеку, который просто провел там 10 или 100 тысяч экспериментов, чтобы зажечь лампочку, у него идея была электричество превратить свет. Он не знал, как это сделать, он пытался, он сделал огромное количество экспериментов, чего он только не пытался сделать. Но он в конечном итоге сделал. В конечном итоге сделал, и она заработала. Но потребовалось огромное количество, огромнейшее количество усилий, огромнейшее количество стараний, Огромнейшее количество Бог поднимает Независимо от того, кто ты Бомж, рабочий, учитель Бог поднимает вас настолько высоко Насколько вы согласны идти Я в это искренне верю Я буду стоять на этом Я буду молиться Я верю, что Бог хочет поднять И он поднимает вас Ну, давайте так Это не только от меня Если вы думаете, что это я должен Максим, от него все зависит Не совсем Я буду сеять, я сею семена слова Семена успеха, семена благословения Вопрос Эти семена необходимо принять Встать в вере Зацепиться И двигаться дальше Эти семена необходимо Культивировать Теперь, когда вы смотрите на Человека, с какими-то людьми Вы становитесь благословенными Послушайте меня, рядом с лотом Рядом с Авраамом Лот был благословенным Давайте вспомним, что с лотом случилось Лот был благословенный рядом с Авраамом Как только лот разбогател И их пастухи подрались Их пастухи сражались Лот решил начать свой путь Мы свой, мы новый путь Мы до основания разрушим И все начнем О нет Если вы начинаете Вот идти как лот Давайте так Вот есть семена величия И семена славы Семена величия и семена славы Каким-то людям Которые они вырабатывают У них получилось И когда вы смотрите На свою жизнь Лот был под покровом Благословения Авраама Пока сам не решился А я тоже ничего Я перец хороший Я такой Я у меня все получится Я без Авраама И смотри, что случилось Помните историю Он в Содоме посадился Там их какие-то грабили Их там угоняли И Авраам его то спасал То еще что-то Потом уже усердный огонь На эту гомосячную зону упал Послушайте И потом лот в конечном итоге Сбежал Жена в соляной стол Превратилась Там просто ужас Его дочери напоили его И совокупились с ним И родились враги Израиля Послушайте меня, дорогие мои Благословение Лота Его благословенная жизнь Закончилась тогда Когда он сказал Я тебе все сам знаю Умником стал Умный Я знаю, как мне дальше жить Такой умный Красавчик И все Вот на этот момент Бамс И кончилось все благословение В первом послании Петра Во вторая глава Девятый стих Первое послание Петра 2.9 Написано так Что мы род избранный Что мы царственное священство Народ святой Люди взятые в удел Народ особенный Потрясающе Вы род избранный Вы царственное священство Народ святой Люди взятые в удел Дабы возвещать совершенство Призвавших вас из тьмы В чудный свет Вы рождены для величия Вы род избранный, вы благословенный, вы, еще раз, выдающийся человек не рождается. Кто такие великие люди? Это обыкновенные люди, такие, как мы с вами. Но они начали делать что-то необыкновенное. Они начали думать по-другому, они предпринимали необыкновенные шаги. Обыкновенные люди делают необыкновенные вещи. Обыкновенные люди делают невероятные вещи. Обыкновенные люди делают сверхъестественные. Когда ты подходишь к вопросу своей жизни, а как мне дальше жить, как мне дальше двигаться, куда мне двигаться, в какое место. Я считаю, что ты должен положить основание. Бог хочет, чтобы ты был выдающимся человеком. Ты скажешь, что Бог хочет, чтобы все люди были выдающимися людьми. О да, он создал, кстати, всех людей выдающимся. Но не все люди пойдут по этому пути. Не нужно смотреть на всех остальных. Но кто-то же другие же, кто-то же должен быть шахтером. Да, должен быть шахтером. И слава Богу, это выдающиеся люди в своем плане. Но сейчас я не говорю, ну или дворником. Кто-то должен быть дворником. Должен быть кто-то дворником. Ты можешь быть выдающимся дворником. Уборщиком. Да, какая проблема. Но я верю, что вы однажды можете стать выдающимися людьми, флагманами, за которыми люди будут идти. Вы можете стать лидерами, за которыми люди пойдут. Не все. Конечно же, не все. Но те, которые примут семена величия и будут окружены благословением. Есть атмосфера, когда у тебя все начинает расти. Есть сезоны. Есть помазанники. Есть атмосфера благодати Божьей. Когда вдруг твоя жизнь как будто как дерево, посаженное при потоках вод. Знаете, вот это интересно. Сейчас здесь в Калифорнии засуха. И вот ты смотришь, там, там, там сухо. Но где есть вода, там нет засухи. Там нет засухи. Там все буйствует. Там все растет. Там такая, такой сильнейший рост. Там, где вода, там есть жизнь. Там жизнь просто течет такими потоками славы. Жизнь течет так сильно. Там, где есть вода. Дерево, посаженное при потоках вод. Я хочу расти. Какая бы ни была температура. Вы знаете, дерево, которое при потоках вод, оно не ждет дождя. Ему все равно. Есть дождь, нет? Когда летите над Казахстаном, у нас есть река Ильи. И она вот так течет. Река Ильи называется. И я со самолета смотрю, и вдоль берегов растительность, какие-то кусты, зелень. Тридцать метров оттуда растет дерево. Э, дождь, пожалуйста, дождя. Пастор, помолись, чтоб дождик прошел. Дерево, которое посажено при потоках вод, оно не молится о дожде. У него всегда есть вода. Всегда есть вода. Бог дает вам благословение. Право жить. Послушайте меня. Право жить рядом с потоком воды. Давайте так. Обыкновенные люди делают необыкновенные вещи. Они, у каждого в жизни есть сложные ситуации, обстоятельства, проблемы, трудности. И чтобы, ну, выйти из этого, они нашли ответ. Или какой-то секрет. Они нашли какой-то секрет, который изменил. Есть вот эти секреты. Конечно же, мы говорим о том, что стоять в вере, быть в вере, двигаться в вере. Но найти секрет, который поможет тебе выйти, это благословение. Это благословение, если ты найдешь секрет. Найти секрет выхода. Когда приходит, ты ожидал одно, ты делал одно, но ничего не получилось. Окей. Что теперь делать? Можно остановиться, свесть лапки, сказать, мне не получилось. У меня не пошли продажи, у меня нету клиентов, ко мне не приходят люди, что-то... Окей. Они приходят и уходят. Ну, хорошо. Но если ты остановишься, нужно найти ответ. Чтобы вырваться из обыденности, нужно найти свой путь выхода. Свой путь выхода. У каждого человека должен, каждый человек должен найти свой секрет. Он недалеко, он где-то рядом лежит. Но найти, знаете, толстая, здоровая дверь, вот такая дубовая дверь, тяжелая. Ее там не сломать просто так, ее не проломить просто так. Она массивная дверь. Но она открывается маленьким замочком, ключом. Вот таким ключик. Она открывается маленьким ключом, который просто дает доступ, дает доступ туда, где большая массивная дверь. Давайте так. Мы думаем, что трудности, неблагоприятные обстоятельства, неблагополучные и плохо сложившиеся вокруг нас, это трагедия. И мы жалуемся, плачем и думаем, что это трагедия. И я хочу сказать, вы должны понимать, что если вы так думаете, в этом и состоит ваша проблема. Ваше мышление настроено на то, что трудность это проблема. Дорогие мои, проблема это не трудность. Неблагоприятные обстоятельства это не проблема. Проблема в том, что мы считаем, что это проблема. Вот это серьезная проблема. Потому что зима это неблагоприятные обстоятельства. Зима это неблагоприятные обстоятельства. Зима это нехорошее время, но когда мы говорим о зиме, зима приходит и это не значит, что зима придет, я опять в депрессии буду, будет холодно. Да нет, ты накопи дров, найди секрет, купи теплое одеяло, варежки, валенки, дом, камин и будет вообще классно, ты будешь дома ходить в тепле, в радости и знаете как хорошо зимой, все лезут в дом, вся семья собирается вместе, все хотят быть рядом вместе друг с другом, потому что там тепло, летом же все хотят на улицу, все хотят выбежать и поэтому держать всех в доме очень трудно. Вот когда вы смотрите на неблагоприятное обстоятельство, посмотрите, как можно зиму превратить в единение, в общение, в дружбу, зима это нечто, зима это не проблема, проблема в том, что мы считаем, что это проблема. Да, зимой нет упрухи, нет клиентов, зимой не идет активно ваши инвестиции, ваши бизнесы, они не идут так активно, они идут более того уныло и пассивно. Ну что же тебе сделать? Продолжайте стучаться, ищите открытую дверь, если здесь не поперло, попрет в другом, если там не пошло, пойдет в другом, начинайте двигаться, захватайте, не жалуйтесь и не нойте, хватит ныть. В этом и состоит ваша проблема. Не нужно отрицать, что у меня нет проблем, есть другие христиане, говорят, нет проблем, нет проблем, мне все хорошо, у меня лето, у меня лето, зима, у тебя зима. Нет, я провозглашаю, лето, 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 чтобы не кончалось, я так хочу, чтобы лето, и ты замерзаешь, снежок идет, это не снег, это не снег, это пчелки, летают пчелки. Ты сумасшедший, это зима, не надо изображать лето, но я хочу, чтобы как летом было вот так на водичке, раз, раз, но ты на льду лежишь, здесь нет водички, водичка заморозилась, зима. Зима, у тебя другое отношение, у тебя другой подход, другая радость на твоем озере, про лунку сделай там, рыбку полови, вот поклюет пускай, ну, попробуй посмотреть, иначе, зима, это не проблема, проблема в том, что как ты ведешь себя зимой, вот это серьезная проблема. Драгоценные мои, я Максим, Максим, это прямой эфир, и мы с вами говорим о неблагоприятных обстоятельствах. Я хочу сказать, самые неблагоприятные ситуации в вашей жизни, чаще всего являются предвестниками великого откровения, великой победы, великих действий, великого прорыва, события, которые изменят вашу жизнь. Когда начинаются трудности, самые большие трудности, они находятся перед, самые большие неудачи, они всегда находятся перед величайшими открытиями. Вас атакуют проблемы, вас окружают трудности. Если вы будете себя жалеть, рыдать, и не будете искать источники по их преодолению, тогда вы побеждены. Но победитель, это тот, который не останавливается. Давайте так, конечно, за любой проблемой, говорят, стоит еще неизведанная проблема, но также и стоят неизведанные возможности. Когда ты проходишь одну проблему, и ты смотришь, бабах, вторая проблема, вторую проблему, бабах, третья проблема, третья проблема, четвертая, пятая проблема. Но где-то там в конце стоят величайшие прорывы в твоей жизни. Чтобы зажечь лампочку, Эдисону потребовалось 10 тысяч раз, по-моему, 10 тысяч раз сделать всяких экспериментов. Конечно же, ты говоришь, ну, я хочу, чтобы все было хорошо. Якова, первая глава, второй и третий стих. С великой радостью принимайте, братья. Послание Якова, первая глава, со второго стиха. Когда впадаете в различные искушения, с великой радостью принимайте. Не принимайте, что, ой, я попал в искушение, тебе я так рад. Нет. Мы принимаем все, проходим различные искушения. Зная, что испытание в нашей вере производит терпение. Следующий стих включаем. Третий стих включите, пожалуйста. Зная, что испытание в нашей вере производит терпение. Вот. А. И следующий стих. А терпение должно иметь совершенное, идеальное действие, чтобы вы были совершены во всей плоте, или совершены, или совершены во всей плоте без всякого недостатка. Вы должны быть совершены. Вот, когда любая трудность приходит, эти все испытания только для того, чтобы я имел великую возможность. Либо проблема меня задавит, и я разрешу ей задавить меня, либо проблема будет побеждена. Запомните, нет в этом мире силы, которая в состоянии задавить вас. Даже если ты самый слабый верующий. Но если ты искренне веришь в Иисуса Христа, как своего Господа, как своего Спасителя, если ты доверяешь Богу свою жизнь, нет такой силы, которая в состоянии раздавить тебя, придавить, остановить, разрушить твою жизнь. Если Бог за тебя, если Бог за нас, кто против нас? Послушайте меня, драгоценные, если Бог за нас, если Бог за нас, Он твоя жизнь, Он твой кумир, Он твой царь, Он твой господин, молись Ему, общайся с Ним, разговаривай с Ним, двигайся, действуй. Многие христиане, конечно, живут в иллюзорном мире, потому что они живут вот так, о, Господь все сделает. Нет, Господь хочет, чтобы ты все сделал. Господь, Он благословляет тебя, но делать будешь ты, Он не будет тебя делать. Я на Него верю, я уповаю, я действую, я делаю шаги. Вы знаете, когда мне кто-то обвиняет, ты ничего не можешь, я могу, я все могу, я за любое дело взялся, я смогу. Я сделал рамы на картины, мне нужно было сделать рамы на картины, я сделал рамы на картины, и у меня все получилось. Я шикарные рамы сделал. Посмотрите, я выставлю фотографии моих рам, я пилил, красил, дел, и получились очень даже ничего, очень хорошие получились. То есть на уровне кто-то пришел, подумал, ух ты, заводские рамы у тебя. Я говорю, ага, заводские, вот у меня один завод, и вот второй завод. Любое дело, вначале было трудно, страшно, когда вот это пилорама пилит, но потом оказалось все гораздо не так уж и сложно. Конечно, нужно знание, опыт, мудрость и ощущение, что не свой пальцы туда, где свернется. Но, знаете, когда я закончил, сделал, я посмотрел и с довольством посмотрел на свои дела. Я сделал. Конечно, кто-то скажет, о, что тут такого, но вы должны понимать, я всю жизнь руководителем, директором конкуренции сижу, и вдруг я со станком пилю, стругаю. Это мне понравилось. Я не скажу, что теперь я буду рамы делать с утра до вечера. Нет, я сделал, 30 рам сделал. Я сказал, хватит на сегодня. Слава богу, но эта тема закрыта. Но я сделал, и я вдруг увидел, что я смог преодолеть, смог победить. Я смог взять свою жизнь в руки, и любой человек, уборщица, повар, оператор, любой человек может стать и состояться, стать успешным, выдающимся человеком. Я не говорю обычно, я не говорю об обычности, я говорю о сверхъестественном выходе, сверхъестественном прорыве, сверхъестественном выходе из обыденности. Обыденность, она пожирает наше сознание, обыденность делает нас простыми, никченными, серыми. Я верю, что бог может изменить тебя и помочь тебе вырваться. Давайте так хочу сказать. Успешные люди, это не всегда самые умные люди. Не всегда самые лучшие отличники. Успешные люди не всегда достигают успеха. Быть успешным, это не значит моментально добиться славы. Быть успешным, послушайте меня, дорогие, быть успешным, это не моментальный процесс, это постепенный процесс. Но усилие, когда вы продолжаете сражаться, когда вы продолжаете искать выход, находите какую-то тайну, свой секрет. Находите секрет, который помогает вам вырваться. Найдите секрет, и бог поможет вам победить. Вот я смотрю на художников, и мне интересно, многие рисуют. Но когда художник находит свой стиль, свой секрет, он находит свою гамму, свои краски, он становится популярным. И раньше он рисовал картину, которую за 100 долларов не мог продать. А сейчас он рисует картину, которая уже продана, он даже не нарисовал ее. Есть такие художники, которые только начинают рисовать, а картина уже продана. И она продана за 10 тысяч долларов. Вот когда мы говорим об этом, художников много. Но тот, который настойчиво, целеустремленно продолжает искать, стучиться, продолжает смотреть, он находит источник благословения. Он находит источник славы. Он находит источник откровения. Дорогие мои, мой эфир подходит к концу. И я хочу сказать, настойчивость, целеустремленность, ненутье, нежалобность. Не начинать верить, что вдруг ты, я проклятый, и все. Это зима. Если пришла зима, ты не проклятый. Ты благословенный, но ты просто зимой. Не вздумай даже подумать, что что-то не то с тобой происходит. В твоей жизни все то происходит. И ты идешь туда, куда нужно. Преврати все неблагоприятные обстоятельства в возможности. Продолжай двигаться. Продолжай делать. Бог поможет тебе все преодолевшее устоять. Бог поможет тебе победить. Прими решение. Всякое горе, атаки, все проблемы, которые осмеливаются идти против тебя, они будут поражены. Они будут остановлены. И даже если навалить тебя горой, проходите сквозь них и превратите их в источник благословения. Господь всемогущий, я молюсь за каждого человека, я прошу благословить этих драгоценных людей, благословить их жизни. Именем Иисуса Христа я говорю благословение над вами. Господь да пребудет с вами, да направит вас, да поддержит вас, да откроет вам окна небесные во имя Иисуса Христа. Да и зальет Господь на вас благодать свою, славу свою от Духа своего именем Иисуса Христа. Я говорю благословение над вами. Господь всемогущий да благословит тебя и сохранит, да направит тебя, да поддержит тебя, да укрепит тебя. Да вразумит тебя во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Аминь. Сегодня с вами был Максим Максимов. Это был прямой эфир, посвященный вам. Из обыкновенных людей Господь молитвы и труд сделать необыкновенных людей. Все, что вам нужно сделать, вам нужно найти свой секрет. Общайтесь с Господом, и Он вам покажет ваш секрет. Он вам покажет, как вам двигаться. Он вам покажет, как побеждать. Смотрите телеканал СНЛ, смотрите мои передачи на домвера.ру. Благодарю вас за участие, за партнерство. Благодарю вас за ваши действительные приношения. Они помогают нам расширять Евангелие по всему лицу земного шара. Встретимся завтра. Оставайтесь со мною. Я вас всех очень люблю. Храните веру. Любите Господа. И держитесь за Слово Божие. И, конечно же, не оставляйте вашего пастора Максима Максимова. Одного в прямом эфире. Хранит вас Господь. Всем пока. Люблю. До завтра. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим СНЛ и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!